Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению книги Левит. Книга Левит — это третья книга пятикнижия Моисея. Надо сказать, что это очень сложная книга. И не каждый сможет с вниманием прочитать эту книгу и понять ее действительный смысл. В древности обучение еврейских детей начиналось именно с книги Левит. Во-первых, это было связано с тем, что в книге Левит говорится о том, что чистое, что нечистое, что оскверняет человека, что не оскверняет человека. И как очищаться от всякой скверны. А так как дети считались чистыми по определению, то они как раз начинали изучение всего Священного Писания. Это обычно происходило где-то лет пять. Книга Левит в еврейской ветхозаветной традиции называется «Вайкра». По первому слову самого еврейского текста этой книги это слово «Вайкра» означает «возвал». И мы читаем первый стих. «И возвал Господь к Моисею, и сказал ему, и скини собрание, говоря». Здесь мы как раз видим вот это слово «возвал». И далее говорится «И возвал Господь к Моисею, и сказал ему». Казалось бы, излишняя информация. «Возвал», потом «сказал», как бы текст немножко выглядит таким тавтологическим. На самом деле, почти во всех случаях, когда Господь начинал собеседовать с Моисеем, разговаривать с Ним, спрашивать Его, все начиналось с того, что Господь взывал к Нему, возвал, то есть пригласил к диалогу. Это очень возвышенный уровень возможного диалога между Богом и человеком, человеком и Богом. Например, именно ангелы, они взывают к Господу «свят», 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 и там как раз стоит тоже это слово «вайкра», потому что оно говорит о каком-то таком торжественном отношении. «Возвал», то есть пригласил, допустил до диалога, потому что сами пророки, они почти никогда не пытались вызвать Божий глаз, они чаще ожидали, когда Господь воззовет к ним, а потом начиналась уже речь. С другой стороны, вот эта конструкция предложения, «И воззвал Господь к Моисею и сказал, воззвал Господь к Моисею», а Моисей потом уже сказал все эти слова народу Божию, потому что Моисей, он был посредником между Богом и еврейским народом во время их исхода из Египта. Книга «Левит» — это как бы книга святости, книга чистоты, иногда ее называют жреческим кодексом, потому что очень многие законы этой книги относятся к священнослужителям, что можно делать священнослужителю, что нельзя делать священнослужителю, и многие эти решения, они вошли в православные каноны. И в православной церковь многие вопросы, связанные с духовенством, исследуют именно по этой книге. Ефрем Сирин пишет, «Неужели Бог говорил и с Киней, когда с Киней не была еще устроена? В тот день, в который поставлена была Скиния, и изречено и то, о чем в Священном Писании упоминается и до построения, и после ее построения. Жертвы Аарона и сыновей его, а также жертвы, приносимые всем сонмам, могли ли быть приносимы, пока не был им объявлен закон о жертвах. В те семь дней, которые Аарон и сыновья его провели внутри Скинии, и заречено все, что нужно было знать о жертвах. А то, что Скиния поставлена во второй год поисшествия, служило прообразованием новой твари во Христе, и тем, что Скиния поставлена в первый день Седмицы, предсказывалось воскресение, то есть Христова». Книга «Лебит» следует за книгой «Исход». В еврейской традиции книга «Исход» называется «Имена», потому что она начинается словом «шмот». И вот имена. Имена — это шмот. Христианская традиция называет ее книгой «Исход», и это более соответствует содержанию книги «Исход». Но «Исход» обычно, когда кто-то исходит из какого-то места и куда-то приходит. А здесь мы не видим ни в книге «Исход», ни в книге «Лебит», что они вошли в землю обетованную. Об этом говорится в книге Иисуса Навина. Собственно говоря, «Исход». Но книга «Исход» оканчивается описанием «Построение скинии собрания», о которой мы прочитали в книге «Лебит». «И возвал Господь к Моисею и сказал ему, и скини собрания, говоря». А скинии собрания — это походный храм. А храм — это и есть земля Бога. Это Эрец Исраэль, это земля Израиля, в том же смысле, как Иерусалим. И если храм переносной, это как бы странствующая Божья земля. Сколько бы ни было русских православных церквей по всему миру, а каждая такая церковь — это оазис Святой Руси. Поэтому книга «Лебит» очень логично начинается с того диалога, который Бог ведет по отношению к Моисею, призывая его к этому диалогу. И Моисей вступает в этот диалог, «А голос звучит из скини собрания». «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скини собрания». Сразу возникает вопрос. А из Библии мы знаем, из какой части скини собрания звучал этот голос? Или он наполнял весь этот шатер? На самом деле в Библии говорится о том, что глаз Божий исходил от крышки ковчега. Там был золотой ковчег, где были положены скрижали Моисеевы, жезл Аарона. И на крышке ковчега были изображения херувимов с распростертыми крылами. И там, где посредине крышки эти крылья почти соприкасались, вот отсюда воззвучал голос Бога между изображениями двух херувимов. Этим самым Бог как бы показывал, что если кто-то вступает в диалог непосредственно с ним самим, он должен быть чист, как херувим, как ангел Божий. И это совершенно необходимо. Грешные люди не могут слышать голос Божий. И когда на Синае Бог собеседовал со всем народом вот эти заповеди Божии, не убивай, не укради, то людям было так страшно, что они потребовали, чтобы Бог разговаривал бы только с Моисеем. Они боялись умереть, слыша глаз Бога, потому что их жизнь не соответствовала вот этому ангельскому или даже хотя бы пророческому статусу. Поэтому Моисей и написал все эти тексты, как Господь их дал ему, чтобы поведать народу Божию, некогда израильтянам, израильтянам, только израильтянам, а теперь и новому Израилю, то есть христианам. И второй стих. «И объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». То есть, если кто-то хочет принести жертву Господу, он должен приносить или из скота крупного, или из скота мелкого. О чем это? У разных людей разный есть достаток. Один может позволить себе построить храм, а другой бедный человек, как вдова, которая лепты принесла на храм Божий, но это было все, что она имела. То есть, на самом деле, Бог принимает любую жертву, будь она крупная или мелкая, она одинаково приемлется Богом. И Бог, главное, смотрит на сердце человека, приносящего жертву, на расположение его души в этот момент. Собственно говоря, Библия с этого и начинается. Когда два брата, Каин и Абель, принесли жертвы Богу, но один принес с добрым расположением, а другой со злым расположением. Но сразу возникает вопрос, а разве Богу нужен этот скот, эти жертвы из агнцев, козлов, тельцов, баранов, быков, телиц. И вот Григорий Богослов писал, «Не одобрено сильное врачевание, как неверное и способное произвести новые раны по причине затвердевшей от времени опухоли. Найден же для исправления кроткий и человеколюбивый способ врачевания, потому что и кривая ветвь не выносит внезапного перегиба и усилия в опрямляющей руки и скорее может переломиться, нежели выпрямиться». Здесь Григорий Богослов учит нас, что евреи не были готовы тогда к пришествию Христа Спасителя. Так они через полторы тысячи лет не оказались готовы к пришествию Христа Спасителя, истинной жертвы, истинного агнца. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Поэтому вот эти жертвы из скотали, из животных, крупного, мелкого скота, они приуготовляли еврейский народ к той одной жертве, которая совершится на Голгофе во искупление грехов всего мира. И все эти жертвы, они указывали на одну жертву. Григорий Богослов пишет, «Горячий и старый конь не терпит мучительной узды без какой-нибудь лести и ласки. Поэтому дается нам в помощь закон с его обрядами, с его ритуалами, жертвами, как бы стена, поставленная между Богом и идолами, чтобы отвратить от идолов и приводить нас к Богу». А в каком это смысле? Так идолопоклонники поклонялись животным, а Бог повелевает израильтянам приносить их в жертву Богу, то есть отказываться от своих суеверий. Например, в Египте почитали баранов, это считалось священное животное, а там в Индии до сих пор почитают коров. В Египте также быка почитали, считали, что в конкретного быка вселяется божество, а Бог повелевает все это приносить в жертвы, чтобы дать людям возможность очиститься от всяких суеверий. И вначале, пишет Григорий Богослов, позволяет он иное маловажное, чтобы приобрести важнейшее, то есть принять истинную жертву Христа Спасителя. Дозволяет пока жертвы, чтобы восстановить в нас ведение о Боге. Потом, когда наступило время, отменяет и жертвы постепенными лишениями, премудро изменяя нас и привыкших уже к благопокорности, приводя к Евангелию. Так и на этот случай появился написанный закон, собирающий нас ко Христу, «И такова, по моему рассуждению, причина жертвы». То есть, с одной стороны, жертву указывают на самую главную жертву Христа, с другой стороны, это останавливает идолопоклонство, почитание животных, присваивание скоту какого-то божественного статуса. Но была и другая причина, почему приносили жертвы. Жертву приносили за грехи. И жертва являлась чем-то таким, что заменяет казнь человека, который согрешил, и его надо побить камнями за его грехи и преступлениями. Но он приносит овцу или козу в жертву, и у него на глазах это животное приносит в жертву, перерезает горло, и он видит, как текет кровь дымящаяся, и представляет себя на месте этой жертвы. Поэтому было несколько смыслов, почему изначало были установлены вот эти жертвоприношения. Святитель Иоанн Златоуст писал, «Тогда многое сказано было, то есть во дне Ветхого Завета, из снисхождения к приемлющим закон. Ведь и чтить Бога туком жертв, то есть жиром жертв, столь же недостойно его, как недостойно и философа пустословить». То есть а что Богу могут значить там козлы, бараны, тем более там тук, жир ихний. Разве Бог, который все сотворил и все содержит своим могуществом, он нуждается в мясе животных? Конечно же, нет. И все эти законы были даны для того, чтобы привести и иудеев, воспитав через эти законы, ко Христу Мессии. Поэтому закон, как пишет апостол Павел, был детоводитель ко Христу. И далее мы читаем третий стих. «Если жертва его, то есть принесшего жертву, есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока». Казалось бы, деталь, которая ничему не может нас научить. На самом деле здесь говорится о том, что жертвенное служение, которое совершают священники, а именно через руки священников проходили все жертвы, сами священники должны быть мужского пола и без всякого порока. А тот, кто приносит жертву всесожжение, такая жертва называлась Ола, то есть она целиком сжигалась, пусть приведет ее к дверям скиний собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. То есть не просто послал деньги, не просто там сказал, вот свечки передайте, а он должен был прийти и сам принести жертву и передать через священника, например, в алтарь свечки или какое-то пожертвование передать через руки священнослужителя, проявив таким образом усердие, настоящее усердие, которое проистекало бы из богобоязненности такого верующего человека и благоговения. как мы видим, все эти уроки, они имеют отношение и к нам, христианам, как апостол Павел и писал, что все, что мы имеем в законе, это в прообразах для нас, для христиан, достигших последних времен. и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. Зачем надо было это сделать? Человек клал руку на эту жертву предполагаемую и называл свои грехи. И он каялся, как свечка, она не просто ставится в храме, человек просит прощения мертвым, если он ставит наканун свечки, просит прощения себе живым, если на обычные подсвечники ставит свечки, и просит прощения, может быть, за конкретные грехи. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его. И заколит тельца пред Господа, сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скине собрание. Действие священников придавало более торжественное значение этому обряду жертвоприношения, потому что это были особо посвященные люди. И Ефрем Сирин пишет, «Установлено же жертвы заколать и возлагать на алтарь сынам Аароновым, чтобы в очах приносящего жертву она имела более цены, когда он видел, что приносят жертву сами сыны Аароновы». Так и мы должны стремиться через священнослужителей доносить наши прошения в виде записок о здравии, об упокоении, передачи свящей, масла для лампад в алтарь через руки священнослужителей. «И снимите кожу жертвы всесожжения и снимет», то есть священник кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Древнехристианский экзегет Патери писал, «Кожу жертвы мы снимаем, когда совлекаем сочей нашей души представление о ее собственной добродетели и рассекаем на части, когда размышляем тонко и по частям разбирая внутренний мир души, то есть собственной души». Жертва-то выглядит очень красиво, а когда с нее кожу сдирали, она уже не выглядела так богообразно, так и наше приношение на храм. Каким бы оно не было великолепным, нам надо снять с него кожу, то есть разобраться в мотивации, почему мы приносим эту жертву. Может быть, чтобы выглядеть неплохо перед священником, может быть, для того, чтобы неплохо выглядеть перед прихожанами, перед другими людьми, и в то время, когда люди бросают какую-то мелочь, мы несколько долларов кидаем на блюдо для пожертвования, а рассечение жертвы символизирует жертву за наши грехи, мы должны в себе разобраться, какой грех доминирует, какой грех, за который цепляется в нашей жизни, потому что нас, христиан, эта книга учит не жертвоприношением козлов-тельцов, а тому, как нам самим стать всецело жертвой перед Богом, угождая Богу не своей кровью, а своей добродетельной жизнью, а кровь очищения это только кровь Иисуса Христа, Которая очищает нас от всякого греха. И читаем далее 7 стих «Сыны же Аароновы священники положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова». Далее 8 стих «И разложат сыны Аароновы священники части, голову и туг на дровах, который на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою и сожжет священник все на жертвеннике, это всесожжение жертва, благоухание приятное Господу». Вот в этом тексте, казалось бы, потерявшем значение для нас огромное назидание для верующих христиан. Во-первых, несколько раз повторяется, что сыны Аароновы священники, разложат сыны Аароновы священники, то есть действия совершают священники. И хотя в христианской традиции весь народ Божий это царственное священство, но у нас есть сугубое священство гепископат, пресвятариат, деканат, и они совершают свое служение перед Богом. Почему так важно было разложить куски жертвы на части? Голову отдельно, туг отдельно. Если мы хотим принести жертву молитв, то мысли наши, голова, должна немножко отделиться от тука, от нашего жира, в том смысле, что не надо стоять в храме и думать, вот сейчас я приду домой, что я там буду сидеть и кушать. То есть прямое назидание для верующего христианина. А внутренности жертвы, ноги ее, вымыт он водою. Почему? Потому что ногами ходят по земле и какую бы жертву мы не приносили Богу, она не может очистить нас всецело, кроме крови Сына Божия. Так что жертву этих животных ноги омывали и внутренности. Внутренности это то, что в кишечнике находилось, вымывали все то, что уже негодно для всесожжения в формате Ола. Ипотери пишет, объясняя, почему все это сжигали на жертвенники, как земные заботы хотя бы в малейшей степени увлекают нас, тогда поднимающаяся против нас сила древнего врага дьявола делает так, что наша душа оказывается позорно запятнанной сильным прилогом. Поэтому и священник закона, рассекший жертву на части, голову ее, и то, что вокруг печени должен сжечь в огне, а ноги и внутренности жертвы сначала омыть водою. Помните, как Господь на Тайном Вечере стал омывать ноги апостолу Петру? А тот говорит, Господи, не умоешь ног моих вовек? А ведь на самом деле Господь его приготовлял к чему? К мученической смерти жертвы и омывали ноги. Но Петр тогда это еще не разумел. И Патери пишет, ибо мы приносим в жертву самих себя, когда посвящаем нашу жизнь божественному служению, и мы кладем на огонь размельченную на куски жертву, когда приносим труды нашей жизни, не считая их добродетелями. То есть всесожжение – это всецелое посвящение Богу в благодати божественного пламени. И сжигаем голову и то, что окружает печень, когда наши чувства, управляющие телом и тайными желаниями пылают пламенем божественной любви. То есть и ум надо очистить, и внутренние наши переживания, ощущения. При этом велено, чтобы ноги и внутренности были омыты, ибо ноги касаются земли, а во внутренностях содержится кал, ведь когда будучи всецело воспламенены стремлением к вечности и со всей готовностью желая умершвления нашей плоти, имеется в виду для греха, мы, тем не менее, по немощи нашей продолжаем быть заняты чем-то земным. Тогда терпим в сердце нечто недозволенное, что уже победили. То есть в очищении мы всегда нуждаемся, мы же не летаем по воздуху, мы по земле ходим. И пока так, омытому нужно омыть ноги, говорит Христос. Мы прочитали в 9 стихе, что все это всесожжение, жертва благоухания, приятное Господу. Неужели для Господа это приятное благоухание, вот чад дымный от сжигаемых животных. Давайте посмотрим, какое объяснение дает святитель Иоанн Златоуст. Ной принес в жертву Богу овец, тельцов и птиц, и обонял Господь, говорит Писание, приятное благоухание, то есть принял принесенное. У Бога, конечно, нету ноздрей. Божество бестелесно, продолжает Златоуст, жертвенника возносится кверху запах и дым от сожигаемых тел, а зловония этого запаха ничего не может быть значимое. Однако же, чтобы ты знал, что Бог то принимает, тогда принимает жертвы, то принимает, то отвращается их, смотря по расположению духа приносящих жертвы. Писание называет этот запах и дым воню благоухания, а иногда кадила мерзости. потому что душа возносящих его жертвоприношения может быть исполнена великого зловония. То есть Бог смотрит не на характер твоей жертвы, а на отношение твоего сердца. Так было с самого начала. И когда Каин с Авелем принесли жертвы, и Бог призрел на жертву Авеля, а на жертву Каина не призрел, когда Ной приносил жертвы, когда по Моисееву закону давалось повеление приносить жертвы. Также Златоуст пишет, если отец не взирает на свое достоинство, когда лепечет вместе с детьми, то есть аукает, называя пищу, явства напитки не настоящими именами, но какими-то детскими и варварскими наречиями. Почему отец так поступает? Из любви, то тем более Бог. То есть Бог все это устанавливает, исходя из того, что мы еще дети, чтобы понять подлинный смысл жертвы Сына Божия Христа. Потому что реально и через полторы тысячи лет, как была написана книга Левит, народ все равно только в небольшой части оказался готовым к встрече со Христом. Если жертва всесожжения, читаем 10 стих, из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола без порока. Опять вот эта тема, мужеский пол без порока, это такое деятельное священное начало. А что же тогда означают овцы, козлы или даже быки, они относились к крупному скоту. Очень интересно Максим Исповедник пишет. Согласно одному пониманию баран истолковывается как владычественное начало, применительное к разуму, то есть гордый ум. Бык в отношении яростного начала, то есть принести в жертву собственного барана, это собственное упрямство. на исповеди исповедовать. Принести в жертву быка исповедовать ярость свою. Коза в отношении пожелательного, она очень желает всего. Горлица тоже приносилась в жертву для целомудрия и голубица в отношении освящения. «Человек же словесная овца, он сам овца», пишет Максим исповедник, «если только он постарается принести себя в жертву владеющему нами Богу». То есть подчиниться закону Божию будет жить по евангельским заповедям. «Вот и мы», продолжает Максим исповедник, «должны словно бык нести ермо Христова, держа в руках плуг Слова Божия, рассекать окаменения сердечные и, искореняя тернии страстей, расширять землю сердца для приятия Слова Божия». То есть образ быка – это образ проповедника, который с невероятным усилием вскрывает каменистую почву, делает ее способной для принятия семян. И ниже Максим исповедник пишет, «Вот так следует и нашей душе, как козе горные козы были, легко перепрыгивать крутизны, искушений, чтобы, взбираясь и на горы пророческие, мы достигали высоты ведения и ими наслаждались. И не только наслаждались, но и с помощью тростниковой свирели, то есть исполняемого слова, научая это наслаждение, сообщали слушающим. Коз пасли на свирелях, и козы успокаивались, когда им играли на свирели. А здесь Максим исповедник говорит, прыгающая коза, это когда высоты пророческих текстов мы преодолеваем и как бы играем на свирели, рассказывая людям о смысле этих пророческих слов, то, что не лежит на поверхности и не сразу понятно. Читаем 11 стих «И заколит ее пред Господа, то есть жертву из овец или коз мужеского пола беспорока, и заколит ее пред Господом на северной стороне жертвенника и сыны Аарона вы священники покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон». Кстати, возникает вопрос, а как они совершали кропление и помазание? Там еще совершалось помазание, например, пресная лепешка, когда приносилась во все сожжения, она помазывалась. Все это делалось в форме буквы ТАФ, то есть крестообразно этой крови они брызгали и лепешка помазывалась тоже крестообразно. Что интересно, это признают даже сами иудейские истолкователи. Я как-то читал истолкование Раши на книгу Исход, где описано, как помазывали лепешки, и он соглашается с тем, что это как раз была форма крестообразная. Это значит, их предание тоже сохраняет эту тайну. И рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложат их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике. Почему священник все это раскладывает? Была другая причина, чтобы равномерно все это сгорело, а чтобы не тлело в одном месте, а пламя в другом месте. Так и мы должны равномерно проходить воцерковление, входить в полноту библейского откровения, приучать свою жизнь к регулярному чтению молитв, дабы огонь Духа Святаго не попалил бы нас если мы по ревности неофитов что-то сделаем не так, чтобы во всем была какая-то соразмерность. А внутренности и ноги вымоет водою, эта тема уже встречалась, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике это всесожжение, жертва благоухания приятному Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц и из молодых голубей. Это самая чистая жертва. И когда на сороковой день Иосиф и Мария пошли в храм в день очищения с младенцем Иисусом, они как раз взяли голубей и горлиц. Или, наверное, по бедноте голубя и горлицу. Беда достопочтенный пишет, ведь и патриарх Авраам, как говорят, задолго до дарования закона, принес голубя и горлицу Господу в жертве всесожжения. И во многочисленных обрядах закона то, что подлежало очищению через них, считалось очищенным. Потому что голубь это и символ Духа Святаго, а Дух Святой несет нам освящение, а потом мы очищаемся крестьяне, чем спасительными таинствами Церкви, а все таинства совершаются действием Духа Святаго. Таким образом, пишет Беда достопочтенный, голубь означает простоту, горлица целомудрие, ведь и голубь любит простоту, и горлица любит целомудрие, так что если случайно потеряет супруга, то не пытается после найти себе другого. То есть человек после таинств Церкви он должен становиться чистым и простым. Простота и чистота это состояние человека после исповеди, после причастия, а многосложность это смятение ума и гордыни мысли. Священник принесет ее к жертвеннику, то есть вот эту жертву из птиц, и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, кровь выцедет к стене жертвенника, то есть птиц не разрубали пополам. Была другая причина, птица символизирует народ Божий. Особенно в книге «Песть песней», где жених, то есть Христос, называет невесту горлицей. невеста это церковь, а единство церковное надо оберегать в любых случаях. Зоб ее с перьями ее отнимает и бросит его под жертвенника на восточную сторону, где пепел. Зоб это чем она заглатывает, а так как птица неразумная может и чужой клювать в чужом амбаре то, что не принадлежит, и в хозяйском, чтобы ничего нечистого не было, в ней зоб выдирали и перья тоже отнимали и бросали все это подле жертвенника на восточную сторону, где пепел. А почему именно на восточную сторону? О чем это? Потому что восточная сторона, как учат древние предания, она наиболее была удалена от самого святилища, от самой скинии собрания. Туда и пепел сыпали, а если бы пепел сыпали бы рядом со скинии собрания, легкие движения ветра, и все бы отлетело назад. Поэтому все это на восточную сторону, подальше от святого места. «И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их», потому что единство народа Божия очень много значит, «И сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне, это всесожжение, это жертва ола, когда целиком сжигается, жертва благоухания, приятная Господу». Вы видите, как эти обряды, какие тайны они в себе содержали, и как многому они должны были научить древних евреев, и на протяжении полторы тысячи лет все это исполнялось острожайше, и все это указывало на одну жертву Христа. Как сказано, закон это тень будущих благ, Павел пишет, а тело, то есть исполнение всего, ведь тень отбрасывается телом, а тело во Христе. Итак, сегодня мы прочитали первую главу книги Левит, книги сложные, может быть не обязательно всем усердно прослушивать эти передачи, можно ограничиться беседами с более простым смыслом, но тот, кто хочет углубляться в познание всей полноты Писания, конечно, не может обойти книгу Левит своим вниманием, и сегодня мы вступили на этот сложный путь, но с помощью святых отцов, то, что не лежит на поверхности, то, что относится к древним временам, к прошедшим ритуалам, приносит назидание и каждому христианскому сердцу. гонки, на христианскому гонку, Продолжение следует...